У нас еще есть кандидат, который тоже заявляет о своем желании выдвигаться, не из СИЗО, а в Телеграме. Это Екатерина Дунцова. Много поступало вопросов. Я понимаю, что мы с вами как-то переходим в низкий жанр ответа на заявки слушателей. Как-то нам пишут сотни людей со всей страны. Пишут, пишут. Действительно, вот эта вот самая Екатерина Дунцова, молодая женщина, судя по фотографии, завела телеграм-канал и пишут о том, как она вот хочет стать кандидатом в президенты. Информации о ней не так много, но какая-то есть. Значит, кто это такая, насколько можно выяснить. Это живой человек, не чат GPT. Она из города Ржева. Это Тверская область. Она в городе Ржеве начала некоторое время назад заниматься политической деятельностью, когда боролась за возвращение прямых выборов мэра Ржева. Насколько я понимаю, она в этом городе Ржеве создала телестудию. Который вот, так сказать, вещает. И координирует там же поисковый отряд. Ищут людей, которые, значит, потерялись. Знакомые наши, так сказать, тверские, ее знают. Трое детей, говорят. Трое детей, да. Она была в эфире «Живого гвоздя» у моих коллег Иры Баклаян и Иры Воробьевой. Они говорят, что она мотивирует свои действия так, что сесть за пикет как-то уже даже обидно будет. Так вот поэтому иду на такой уже шаг, что если уж начнут, так сказать, репрессировать, то было бы за что. Есть такая английская пословица. Уж если быть повешенным, то лучше за ВЦУ, чем за Ягненка. Ну вот. Да, да. А что здесь интересно? Это кандидат с ясно выраженной антивоенной позицией. Без оговорок, без этих, так сказать, надеждинских двусмысленностей, а совершенно однозначно. Ну и женщина, что, как мы знаем, по многочисленным социологическим результатам скорее импонирует, чем отвращает избиратели. Значит, ну давайте опять же вернемся в Российскую Федерацию. Наших дней, шансов на регистрацию у всех таких кандидатов, в общем, особенных нету, но... Сколько ей тысяч 300 надо собрать, да? Я не буду врать, не помню точных цифр, но надо собрать подписи. Сама процедура сбора подписей, как вы понимаете, легко квалифицируется как нарушение антиковидных ограничений и немедленно пресекается. Поэтому тут, еще раз повторю, не то чтобы мы с вами тут просчитываем шансы этих людей, как если бы мы видели их в бюллетене. Мы мало кого увидим, но тем не менее о том, что какая-то происходит, так сказать, самопроизвольная политическая активность, не умерла она еще на Руси, несмотря на все неблагоприятные условия, мы все-таки вам не можем не рассказать. Далее.